Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Кристина Архангельевна Кондратьева. Я медицинский психолог, онкология имени Петрова. И сейчас будем говорить коротко о психологических аспектах подписания информированного согласия. В ходе обсуждения довольно часто будет звучать вопрос комплентности, вопрос приверженности лечению. Это то, насколько пациент готов соблюдать рекомендации врача-исследователя, насколько он ему доверяет и насколько он уверен в процессе лечения и эффективности этого лечения. Все мы знаем, что такое информированное согласие, но хотелось бы в контексте доклада этот вопрос еще раз уточнить. Мы его будем воспринимать не как форму, которую пациент должен подписать и изучить, а как целый настоящий процесс, который охватывает три контекста. Во-первых, это процесс раскрытия информации, естественно, об исследовании. Об этом мы все знаем. Второе, но второй не такой явный вопрос, это процесс выстраивания доверительных отношений. Потому что в ходе ознакомления с формой информированного согласия, в ходе изучения блоков, врач и пациент выстраивают какие-то отношения. От того, какими они будут, будет зависеть и приверженность лечению пациента, собственно, в ходе клинического исследования. И границы в отношениях врач-пациент. И в связи с этим, конечно, пациент уже будет понимать, что лежит в его зоне ответственности, что в зоне ответственности врача. Этот процесс очень важен. И важно здесь каким-то образом лечащему врачу, врачу-исследователю себя вести. Так, чтобы пациент мог доверять информации, которую врач транслирует, а не искать ее в рандомных интернет-ресурсах, или у пациентов по палате, или еще каким-либо образом. То есть важно охватывать и контролировать этот процесс в ходе выстраивания, подписания информированного согласия. Последним контекстом, который необходимо врачу-исследователю отслеживать, это процесс формирования ответственного пациента. Что это значит? Здесь мы говорим о некоторой воспитании культуры, ну, наверное, медицинской грамотности пациента и трансляции пациента. Той информации, которая ему необходима для того, чтобы он понимал, а за что я в процессе лечения, в процессе исследования, собственно, отвечаю. Что лежит на моих плечах, что на плечах врача-исследователя. Для чего все это нужно? Это нужно для того, чтобы, во-первых, выстраивались отношения врач-пациент, и для того, чтобы пациент понимал, какого рода эти отношения. То есть это отношения, наверное, имеют какую-то иерархию. То есть, наверное, врач-пациент в отношениях неравны. И, соответственно, пациент имеет некоторую подчиненную позицию, и, соответственно, пациент подлежит контролю врача. И для того, чтобы пациент понимал это и принимал, у него не было ложных ожиданий по поводу процесса лечения или оспаривания точки зрения врача, он, конечно, имеет право иметь какое-то свое мнение, он имеет право второе мнение получать и так далее. Но, по крайней мере, границу он знать должен, потому что от этого зависит, еще раз повторяю, комплентность лечения, ощущение пациента в процессе лечения, его безопасности и все те переживания, которые сопровождают процесс лечения. Соответственно, вот это вот мы сейчас обсудили про то, а как лучше врачу и следователю понимать процесс информированного согласия. Теперь поговорим о пациенте, потому что нам известно, что процесс информирования – это стрессовая ситуация для пациента. Давайте разберемся, почему. Помимо того, что ему необходимо принимать решение, и это для него очень важное решение, которое, по его мнению, естественно, будет влиять на ход лечения, то есть на его всю последующую жизнь. То есть он как бы принимает, по сути, судьбоносное решение для себя. Это большая ответственность для него. Он может испытывать давление со стороны близких, он может испытывать давление со стороны лечащего врача, со стороны других пациентов, которые ему будут либо рекомендовать участвовать, либо, наоборот, не рекомендовать и так далее. То есть у него будет большое разнообразное информационное пространство, в котором ему будет сложно на что-либо опираться. Естественно, это будет создавать стрессовую ситуацию. Ну, помимо того, что он уже участник каких-то лечебных процедур, и он уже до этого какой-то хронический дистресс испытывает. И на фоне стресса, естественно, будет искажаться восприятие как информированного согласия, его процесса, формы, блоков информирования, так и сам процесс исследования, ну или процесс лечения. Почему это будет происходить? Потому что у пациента всегда есть ожидание от лечения. И процесс информирования при клиническом исследовании, он как бы приглашает пациента в среду еще более неопределенную, потому что это нестандартизированный метод лечения, и он подразумевает какие-то риски. Пациентам всегда важно знать, на что они идут, на что они соглашаются. Очень сложно принимать решение, когда ты не знаешь, собственно, то, что ты выбираешь, и как это будет влиять на твою последующую жизнь. Все это снижает понимание информированного согласия. То есть часто пациенты могут игнорировать какую-то информацию в форме информированного согласия, которая угрожает им. То есть они и так получали какое-то лечение до этого, и вот здесь вот у них возникла необходимость соглашаться на клиническое исследование. И они уже встречались с какими-то нежелательными явлениями, может быть, с какими-то неудачами, с неэффективностью лечения. И в связи с этим, естественно, они будут не специально, бессознательно где-то игнорировать травмирующую для них информацию. Ну и, соответственно, в связи с этим будет снижаться понимание информированного согласия. То есть как это обычно бывает, врач-следователь рассказывает пациенту о чем-то, дает ему какую-то информацию, например, про те же специфические риски, и спустя некоторое время, когда у пациента эти риски могут наступать, он вдруг начинает думать о том, что его никто не предупреждал, он не знает, как поступать в этой ситуации, он не знает, кому обращаться, как с этим быть, и начинает либо повышенно тревожиться и беспокоиться, либо, наоборот, может демонстрировать нам депрессивные реакции, утрачивать смысл в лечении, нам не доверять врачу и так далее. И информационный вакуум. Почему, собственно, когда речь идет о таком глобальном процессе информирования, пациент встречается с информационным вакуумом? Потому что информации слишком много, и если она не структурирована для пациента, то в таком случае она просто теряется в его голове, в потоке его мыслей, на фоне тревоги, на фоне стрессовых ситуаций, и при том пациент хоть получает лечение, то там включен в процесс лечения, у него есть еще много других процессов, у него есть какой-то образ жизни, у него есть еще другие сферы жизни, которые также отнимают у него довольно много внимания и энергии. В связи с этим сосредотачиваться в ходе информирования ему довольно сложно. Все это мы с вами обсудили для того, чтобы понимать, каков процесс информирования со стороны пациента, что для него это не просто разная информация по разным блокам по поводу предполагаемого лечения, а настоящая ситуация стресса, которая затрагивает и психические процессы, неврологические процессы, когнитивные процессы. И в связи с этим важным, наверное, представляется обсудить, а какие именно блоки информированного согласия пациентам даются тяжелее всего для понимания и вызывают, соответственно, большего эмоционального напряжения. Самым важным и сложным блоком являются, конечно, риски. Многие пациенты бессознательно игнорируют специфические риски, не могут найти ответ на вопрос, какие побочные явления все-таки ожидать среди всех озвученных побочных явлений и с чем они связаны. И, соответственно, больше половины пациентов не понимают, в каких мероприятиях, в каком режиме, когда и как долго они будут принимать участие. Меньше половины пациентов у нас задаются вопросом, в каком случае все-таки обращаться к врачу-онкологу и какую помощь они могут ожидать от врача в этой ситуации. И, соответственно, также у нас менее половины, но все равно значительная часть пациентов считает, что они принимают участие в исследовании для полного излечения от заболевания. То есть это у нас к вопросу ожиданий. Соответственно, когда такие ожидания не оправдываются, реакции агрессии, реакции разочарований в отношении кого будут направлены? Ну, в первую очередь в сторону врача-исследователя, естественно. И вот мы видим, на слайде обозначено, что значительная часть пациентов не могут задать интересующие вопросы, но это не всегда зависит от позиции врача-исследователя. Часто это связано с тем, что пациент тревожится, ему сложно сосредоточиться, сложно вспомнить, о чем он там вообще хотел спросить. И в связи с этим он эти вопросы не задает, уходит с этим информационным вакуумом и, в общем-то, неинформированным. И да, естественно, процесс сопровождается эмоциональным напряжением, эмоциональными переживаниями. И по окончании процесса информирования, значит, большая часть пациентов нам говорят о том, что они воспринимают клиническое исследование как лучшее лечение из всех практик, и поэтому они выбирают его. Половина пациентов говорит нам о том, что это эксперимент, что это распространенный миф среди пациентов, о том, что они будут экспериментальными ушами, что они будут выполнять именно эту роль, что ничего не определено, что сам врач-следователь мало что понимает в том, что будет происходить. И здесь вот в такой вот позиции, конечно, большое значение имеет сам эмоциональный фон пациента, его представление и то, как на него влияют окружающие по этому поводу, потому что такая позиция, она передается от пациента к пациенту. И вот в связи со всем этим, конечно, важно, чтобы врач-исследователь был способен ориентировать пациента на позицию по поводу лечения, про то, что это все же нестандартизированный метод лечения, который имеет потенциальные выгоды и риски, которые будут обсуждаться индивидуально с пациентом по поводу его конкретного случая. И, естественно, здесь важно говорить о том, что только врач-исследователь, который берет в исследовании пациента, знает исчерпывающую информацию о нем и, соответственно, может ею поделиться с этим пациентом. Вот на основании всего сказанного можно выделять некоторые особенности пациентов, которые снижают понимание информированного согласия, которые повышают понимание информированного согласия. Для чего это? Для того, чтобы, имея представление некоторых факторов, грубо говоря, риска, можно было более индивидуализированный подход использовать в информировании пациентов. Значит, мы условно поделили личностные особенности на психологические и когнитивные, и среди психологических будет выделяться эмоциональная лоббильность и мнительность, но не как ситуативные реакции, то есть сейчас пациент тревожится, и там лоббилен и мнителен. Нет, речь будет идти о некоторых его патопсихологических особенностях, то есть это его устойчивые черты. И, соответственно, это пациенты, которые с большой подозрительностью относятся ко всему. То есть к тому, что сейчас происходит, потом будет происходить, к тому, что доктор говорит, к тому, как они себя сами чувствуют, они даже не уверены в собственной симптоматике. Естественно, чувство безнадежности, которое на фоне длительного лечения у большинства пациентов будет присутствовать, значительно снижает понимание информированного согласия, потому что в диалоге с врачом-исследователем такие пациенты будут в большей степени искать в словах врача какие-то гарантии, какие-то прогнозы, и не найдя их, будут задавать очень много вопросов про то, а все-таки скажите, расскажите и пообещайте. Соответственно, никто этого делать не будет, и обещать им тоже никто ничего не будет, потому что, по крайней мере, это неэтично, и лишняя ответственность врачу-исследователю за собственные же слова здесь не нужна. В связи с этим мнительность будет нарастать, и в этой ситуации важно пациента ориентировать на то, что конкретно известно в рамках его клинического случая и в рамках конкретно его возможного лечения по поводу участия в клиническом исследовании. Такие пациенты демонстрируют высокие ожидания в отношении эффективности лечения. То есть для них это буквально как последний шанс, и, естественно, они будут искать и в тексте информированного согласия, и в речи врача подтверждение своим ожиданиям, и не найдя их, естественно, что будут делать? Да, задавать очень много вопросов, чтобы в конце концов услышать то, что они хотят услышать. Аффективные расстройства в ананнезе, то есть это депрессивные расстройства, невротические, тревожные, конечно, будут усугублять понимание. Но именно когнитивно, потому что у нас снижается объем восприятия, у нас снижается концентрация внимания, объем памяти, и таким пациентам придется несколько раз, возможно, повторять одну и ту же информацию, ну, в разных формах. Астонизация на фоне лечения, так же, как и аффективные расстройства, снижает когнитивное понимание информированного согласия. И среди когнитивных особенностей мы будем замечать нарушенные сознания, разные степени нарушения сознания, снижение объема устойчивости памяти, концентрации внимания и снижение критичности мышления. Среди дополнительных факторов, но важных, является среднее или ниже среднего образования, потому что это вопрос к медицинской грамотности пациента, то, насколько он способен быть осведомленным по поводу своего состояния здоровья и лечения, и возраст пациента. Среди особенностей, которые повышают понимание информированного согласия, у нас будет, естественно, эмоциональная стабильность или способность делать себя эмоционально стабильным, способность справляться со стрессом. Это умение выстраивать границы в отношениях врач-пациента, нести ответственность за которую, собственно, которая возложена на пациента в ходе лечения, и реалистичное ожидание в отношении эффективности лечения, то есть понимание того, что, допустим, онкологическое заболевание, оно хроническое, и полным излечением речи не идет. И среди когнитивных, это будет объем памяти, концентрации внимания, которые соответствуют возрастной норме, а среди дополнительных факторов, это будет молодой и средний возраст, поскольку мы здесь говорим о сохранности структур, которые обеспечивают когнитивную переработку информации, и среднее или высшее образование. Теперь коротко поговорим о враче-исследователе, поскольку его реакции и восприятие информирования, они также влияют на процесс подписания информированного согласия и процесс понимания. Коллеги американские провели в 2018 году исследование, при результате которого было видно о том, что врачи-исследователи в большей степени готовы говорить о специфических рисках, о потенциальных выгодах, целях испытаний, альтернативных участия в испытаниях, и при этом в меньшей степени готовы говорить о прогнозах и паллиативную информацию предоставлять пациентам. Причем парадоксально, что пациенты часто готовы получать информацию о прогнозах и паллиативную информацию, поскольку это снижает ситуацию неопределенности. Пациентам важно понимать, в случае неэффективности лечения, куда им дальше обращаться, какой дальнейший у них маршрут, то есть какая может быть оказана им поддерживающая помощь, как им купировать свои симптомы, и как им не остаться один на один со своими состояниями, физическими или психическими. Важными являются реакции врача и следователя в ходе подписания информированного согласия, не хочу кидать здесь камни ни в чьи огороды, просто врачи тоже люди, и мы должны понимать, что в условиях высокой загрузки и с учетом большой ответственности, которая на них лежит, у них будут эмоциональные реакции, они как-то будут влиять на процесс подписания. И среди эмоциональных реакций, которые в большей степени отражаются на процессе информирования, это переживание тревоги или страха, например, за ту ответственность, которую врач-соедатель должен нести, или переживание чувства вины и стыда за собственное невсемогущество, потому что такое встречается среди врачей, когда они хотят помочь и излечить, но ситуация говорит, что это сделать невозможно, возникает переживание вины за то, что как же, как же, я же врач, и все могу, и все должен мочь, а тут не могу. И, соответственно, появляется чувство жалости в отношении пациента, а пациент воспринимает чувство жалости как давление и ощущение, что он подвел врача тем, что его организм, например, недостаточно справился с лечением или у него побочные явления, которые заставляют его прекратить участие в клиническом исследовании. То есть это уже немного другой уровень отношений, но вовсе не отношения врача-пациента. Агрессия, раздражительность, раздражительность, апатия или эмоциональная уплощенность, конечно, тоже будут восприниматься как давление со стороны врача или безразличие, или обесценивание реакции пациента, что будет снижать приверженность лечению. Важными являются убеждения врача и следователя по поводу информирования. То есть если мы воспринимаем это как формальную, понятную процедуру и думаем о том, что пациенту незачем все-то уж точно знать об исследовании, то есть мы точно знаем, что ему надо знать, в таком случае приверженность лечению будет понижаться в связи с тем, что все же никто не любит, чтобы за него принимали решения, ну и пациенты в том числе. То есть врач-следователь не может решать, что пациенту нужно знать, а что не нужно знать, ориентироваться на диалог и вопросы пациента. И, естественно, если мы это воспринимаем как процесс выстраивания отношений с пациентом, как распределение ответственности, возможность сделать добровольный выбор, то мы и будем воспитывать ответственного пациента, который готов к управлению рисками, готов к управлению побочными явлениями. Вместе с лечащим врачом они свешивают ножки и ждать, когда лечащий врач со всем разберется сам. И напоследок, естественно, о взаимодействии пациента и врача-исследователя и о том, как облегчить себе процесс подписания информированного согласия. На самом деле облегчить никак. Он будет сложным в связи с тем, что все пациенты разные, и у врачей-исследователя, как вы видели, есть свои особенности. Тем более не у всех есть достаточное количество времени для того, чтобы уделять много внимания пациентам. Но, тем не менее, можно на чем-то концентрироваться. Например, да, естественно, везде это звучит. Нужно разъяснять простым и доступным языком пациенту информацию, делить ее на блоки. И, соответственно, если мы выделили, что некоторые блоки даются тяжелее, то в зависимости от особенностей пациента мы либо их берем в самом начале и обсуждаем их в самом начале, либо под конец. Соответственно, делим процедуру информирования на несколько частей, если это возможно. Привлекаем семью или близких пациента для того, чтобы хоть какую-то часть информации можно было бы пациенту транслировать уже, когда он выйдет из кабинета, и это бы могли делать близкие. Измешение взаимодействия с пациентом на этапе изучения информированного согласия у нас будет выявление трудностей понимания, выявление слепых зон. Ну, поскольку мы тут нацелены на понимание пациентам, что вообще происходит. И как выявлять трудности? Ну, вы задаете ему вопрос, а что было труднее всего для понимания, пока вы изучали информированное согласие. И что вызвало больше какой-то эмоциональный отклик, или что трудно давалось для осмысления, например. И при этом, когда вы даете форму информированного согласия пациенту на дом, или он ее изучает при вас, но потом идет и использует какие-то рандомные интернет-ресурсы, вы его ограничиваете в этом, и предлагая ему альтернативные достоверные источники. Для чего это делается? Для того, чтобы пациент не путался в информации, не попадал в тот информационный вакуум, о котором мы говорили. Будем выявлять слепые зоны. То есть те блоки, которые пациент каким-то образом игнорирует. То есть выделяем важные вопросы для этого пациента. Например, это будут вопросы о рисках, контактах, добровольности исследования на помощи со стороны врача-исследователя и задаем вопросы об этом пациенту. Для чего это нужно, в принципе, в течение всего этого доклада я уже объяснила. Это про отношения, это про границы врач-пациент, про зону ответственности пациента и, как следствие, формирование надежной, стабильной приверженности лечению. Через выявление потребностей пациента и удовлетворение этих потребностей. Подробно все описано на слайде. Время у меня завершается, я останавливаться не буду. И таким образом, подводя итог, важным представляется уделять достаточное внимание эмоциональному фону пациента, эмоциональному фону своему. Если мы говорим о враче-исследователе, ориентироваться на приверженность лечения и ориентироваться на доступность для диалога или доступность для взаимодействия с пациентом. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.